МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Президент Цурамбайджи Эмбеков встретился с уроженкой Кыргызстана, заслуженным мастером спорта СССР, олимпийской чемпионкой по прыжкам в длину Татьяной Колпаковой. Сорамбайджи Эмбеков выразил глубокую признательность за вклад в развитие легкой атлетики страны, пропаганду здорового образа жизни и передачу спортивного опыта юным отечественным легкоатлетам. Он добавил, что спортивные достижения Татьяны Колпаковой мотивируют молодежь на высокие результаты. В завершение Сорамбайджи Эмбеков вручил спортсменке именные часы президента за большой вклад в развитие физической культуры и спорта. Олимпийская чемпионка Татьяна Колпакова выразила благодарность главе государства за добрые пожелания. Она подчеркнула, что всегда с теплотой в сердце отзывается и вспоминает родной Кыргызстан, где она выросла и прошли годы ее становления как профессионального спортсмена. Сегодня информация об отсутствии налоговой задолженности автоматически поступает из ГНС на портал госзакупок посредством системы Тундук. Об этом сообщил заместитель председателя господприятия Центр электронного взаимодействия Азамат Буржуев. По словам замглавы, составлен план, какие справки путем системы Тундук можно исключить или автоматизировать. До конца года будут автоматизированы 18 справок, которые запрашивают у госорганов. 11 справок в данный момент практически автоматизированы. Госорганы получают ее автоматически, из системы Тундук сообщил он. Первый эффект – это для бизнеса. Второй эффект – на налоговую службу, опять же, стало меньше нагрузки. Третий – больше стало поступлений, потому что система работает по всей республике. Если у поставщика была какая-то задолженность в другом районе, он теперь обязательно должен ее погасить. И в-четвертых, мы посмотрели, и с начала текущего месяца было около 43 тысяч обращений. То есть это говорит о том, что данный механизм очень эффективно работает. И теоретически можно сказать, что 43 тысячи гражданина или частного бизнеса не обращалось в налоговую. И они получили эту услугу автоматически через портал государственных закупок. В свою очередь, председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Дастан Духоев сообщил, что в конце августа будет запущен проект ключевого инновационного цифрового решения под рабочим названием «Правительство как платформа». Это виртуальное пространство для получения гражданами широкого спектра посредством взаимодействия государства и бизнеса в одной точке с помощью цифровых технологий, сообщил он. Инновация носит социальный характер и позволяет оперативно, проще, удобнее, бесконтактно взаимодействовать и получать различного рода справки. «Создание более тысячи цифровых рабочих мест, то есть возможности зарабатывания или получения дополнительных доходов для наших граждан через технологии интернета. Реализация порядка 50 новых стартап-проектов в разных сферах экономики. В фоках смогут получить возможности работать порядка 700 специалистов в сфере цифровой трансформации. Хочу сразу отметить, это не IT-специалисты только. Это в целом специалисты, которые могут там работать». По словам директора госпредприятия Центра электронного взаимодействия Нурея Кутнаевой, на сегодня около 60 госорганов подключены системы Тундук. В конце 2018 года органов, которые обменивались информацией по системе Тундук, было всего пять. Сейчас уже 24 госоргана обмениваются информацией и данными по гражданам, сообщила Кутнаева. Кроме того, по ее словам, число реализованных сервисов, то есть проверка паспортных данных, документов граждан увеличилось в 33 раза. По словам специалистов, на реализацию 60 проектов в сфере цифровизации выделено 309 миллионов сомов. Это касается как новых проектов, так и усиления проектов системы Тундук. Все эти проекты будут завершены до конца 2019 года. В правительстве поддержали предложение о снижении тарифов за нарушение правил дорожного движения. Об этом стало известно в ходе очередного заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В ходе заседания члены комиссии согласились с предложением МВД о целесообразности снижения размера штрафа за отдельные виды нарушения правил дорожного движения. Однако штраф за пьяную езду так и останется в 17,5 тысячи сомов. Он оказал профилактический эффект, в результате которого сократилось количество ДТП в состоянии алкогольного опьянения, а количество зарегистрированных нарушений по итогам полугодия уменьшилось в три раза и составило 2211 фактов. Министерство внутренних дел внесло предложение о пересмотре отдельных статей за нарушение правил дорожного движения. В принципе мы согласились, потому что действительно эти статьи нужно пересматривать. А что касается статьи за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, по этой статье у нас позиция не изменилась. Сейчас этот документ будет прорабатываться в рабочих группах, потом на политической группе. И я думаю, что к выходу Джогург-Кенеша с отпуска мы этот документ уже внесем в Джогург-Кенеш. МВД опровергает информацию о возможном силовом задержании бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. О сообщении официального представителя партии СДПК Кундуз Джолдубаевой в МВД назвали дезинформацией. Вчера Кундуз Джолдубаева заявил на своей странице Фейсбук, что из достоверных источников им стало известно о готовящемся сегодня силовом захвате Алмазбека Атамбаева. По ее словам, в операции примут участие около полутора тысяч сотрудников правоохранительных органов. Отметим, что Джогург-Кенеш снял неприкосновенность с Алмазбека Атамбаева. Ему пришли уже три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении так называемого вора в законе Азиза Батукаева. Однако Атамбаев снова не явился в правоохранительные органы. Советник главы Министерства чрезвычайной ситуации Нурбек Дюлборсов арестован на два месяца, сообщает ГСИН. По данным ведомства, Нурбек Дюлборсов с 6 июля находится в СИЗО номер один. По решению суда он арестован на два месяца до 6 сентября. Глава МЧС Нурболот Мирзахмедов сообщил, что не знал о задержании своего советника. По некоторым сведениям, Нурбек Дюлборсов пойман с наличными в размере 146 тысяч долларов. Его дело связывают с тендерами по разработке урана. Ноукенский районный суд Джалабадской области признал виновным мужчину, убившего 7-летнего мальчика. Об этом сообщили в областном суде. Уточняется, что согласно приговору, обвиняемый лишен свободы пожизненно. Кроме того, суд оштрафовал обвиняемого на 100 тысяч сомов. Напомним, что в апреле неизвестно увезли мальчика из села в Ноукенском районе. Спустя час похитители отправили сообщение его родителям о выкупе. Милиция задержала подозреваемого. Однако ребенка спасти не удалось. Его тело нашли в поле за селом. Скончался сотрудник муниципального предприятия Бишкек Асфальт Сервис, которого сбила машина. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии. После перенесенной операции, оставаясь в тяжелом состоянии, 45-летний сотрудник скончался. Напомним, его сбили на пересечении улиц Байтика-Батыра и Скрябина. Водитель, 24-летний парень, отвлекся на телефон. Работник городской службы при выполнении своих обязанностей соблюдал правила безопасности на дорогах. Сотрудники службы криминальной милиции ОВД Сагатинского района задержали двух парней по подозрению в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. 16 июля в дежурную часть поступило сообщение о разбойном нападении на один из магазинов в Канте. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что двое неизвестных в 18-20 лет ворвались в магазин и отобрали у продавцов более 25 тысяч сомов. Данный факт был зарегистрирован по статье «Разбой». По подозрению в совершении преступления по горячим следам были задержаны двое парней, которые сразу признались в совершении разбойного нападения. Досудебное производство продолжается. 22-летний житель Узгена задержан при попытке продать свою дочь. Информацию подтвердили в городском управлении труда и социального развития. Известно, что попытка продажи ребенка зафиксирована 15 июля. Свою дочь мужчина оценил в 30 тысяч сомов. Девочка доставлена в один из реабилитационных центров АШ. Выяснилось, что никаких документов родителей, состоящих в гражданском браке. Но новорожденный не оформили, хотя ребенок родился еще 25 июня. Расследование продолжается. В Ожской области выявлен уже третий случай ввоза бензина АИ-80 под видом Нифраса. Об этом сообщили в госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями. По ее данным, при въезде на территорию города Ож остановлены два бензовоза. Согласно сопроводительным документам, они перевозили Нифрас общим объемом около 78 тысяч литров. Однако экспертиза подтвердила, что фактически автомобили были загружены бензином АИ-80. Ущерб в виде неуплаченных налогов составил 675 тысяч сомов. Проводятся мероприятия, направленные на установление причастных лиц, а также на возмещение ущерба в бюджет государства, сообщает в ГСБ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова